Всех приветствую на канале Дунганфуд. Ассаляму алейкум. Сегодня приготовим каттаму. Каттама это слоеная лепешка, которая может быть приготовлена из пресного или дрожжевого теста с начинкой без, жареной на сковороде или испеченной в духовке. Я покажу вам три вида формовки, три вида начинки и по ходу расскажу нюансы, которые влияют на слоистый севкус каттамы. Для тех, кто хочет поддержать развитие нашего канала, в описании под видео оставляем ссылку на кошелек. Спасибо! Для теста нам понадобится 900 грамм муки, 170 грамм кефира, 250 грамм молока, 200 грамм воды, 5 грамм пищевой соды, 13-15 грамм соли. Всыпаем соду в кефир, желательно использовать домашний. Перемешать. Кефир начнет увеличиваться и пениться. Все жидкие ингредиенты соединяем молоко, воду. Посмотрите, какая пенистая и пышная масса получилась. Сода дала реакцию. Всыпаем соль и добавляем кефир. Перемешать и растворить соль. Замешиваем тесто. В зависимости от влажности муки, жидкости может понадобиться плюс-минус 20-30 грамм. Тесто замешиваю сначала с помощью ложки, а потом уже руками. Тесто должно получиться в средней мягкости, не твердое. Готовое тесто для моего удобства переложу в другую посуду. Накрою пленкой и оставлю отдохнуть. Через 15-20 минут тесто выложить на стол, еще раз обмять и снова дать отдохнуть. Для прослаивания этого количества теста понадобится 200 грамм топленого масла, можно использовать сливочное масло, маргарин или жир, и 120 грамм растительного масла. Подготовим три вида начинки. 250 грамм лука, немного соли, 200 грамм сыра моцареллы или сулугуни и ореховая трава, пажитник. По-дунгански называется щондузе. Соединить растопленное масло с арымай и растительное масло. Перемешать. Для более выраженного вкуса рекомендую лук предварительно пропассировать, хотя можно использовать и в сыром виде. Немного посолить. Чем больше выпарить жидкость, тем слоистее будет катама. Далее покажу разницу между слегка и хорошо прожаренным луком. Три вида начинки для трех видов катамы готовы. Отдохнувшему тесту придать форму колбаске. Я разделю тесто на шесть частей, сделаю небольшие лепешечки, а вообще лучше разделить на четыре части. Будет самый оптимальный размер для катамы. Каждый кусочек теста округлить, придать форму шарика. Подготовленный к раскатке шарики теста сложу в контейнер с крышкой. Чтобы шарики теста не слиплись между собой, слегка смажу маслом боковые части соприкосновения. И дать отдохнуть тесту минут десять. Раскатываем тесто. Более подробную технику раскатывания теста можно посмотреть в видеоролике на моем канале. Ссылку оставлю в описании. Для удобства желательно использовать две скалки. Одну маленькую, короткую и одну длинную. Чем тоньше будет раскатано тесто, тем нежнее и слоистее будет катама. Тесто можно немного растянуть руками. Скалкой выровнять толщину теста. Показываю первый способ формовки катамы. Камера немного искажает картинку. На самом деле ножом разрезаю ровно пополам пласт теста. Хорошо смазываю маслом одну часть теста. И равномерно распределить пассерованный лук. Накрыть второй половиной теста. Смазать маслом. И точно так же распределить пассерованный лук. Тесто разделить длину на три части и сложить друг на друга получившиеся полоски. Скатать в рулет. Немного закрутить один конец рулета. Зафиксировать и немного сплющить. Вот такая заготовочка у нас получилась. Кладу в мешочек и отправляю на 15-20 минут в морозильник. Далее точно так же раскатываю и смазываю тесто. Сухие листочки пажетника нужно будет растереть между ладонями. И распределить по всей поверхности тесто. Так же смазываем вторую часть теста и распределяем пажетник. Скатать тесто в рулет. И тоже отправить в морозильник на 15-20 минут. Если вы разделите полукруг не на три части, а на 6-8 ленточек, то у вас получится вот такой рулетик. Это второй способ формовки каттамы. Третий способ формовки каттамы. Тонко раскатать тесто и одну половину круга смазать маслом. Если у вас будет другая начинка, которую вы будете распределять по всей поверхности, то смажьте маслом полностью раскатанное тесто. И сворачивать рулет нужно будет с конца от себя. Сыр лучше выложить так, как я показываю. До этого я еще пробовала два варианта распределения сыра, но этот самый лучший. Не вытекает и тянется в готовом виде. Вторую половину теста тоже смазать маслом. И от середины свернуть в рулет. Придать форму улитке. Конец обязательно зафиксировать и отправить в морозилку на 15-20 минут. Раскатываем каттаму с луком. Чтобы было удобно, можно сразу раскатывать на пергаментной бумаге. Каттама с луком готова к выпечке. Далее раскатываем каттаму с пажетником. Раскатывайте равномерно, чтобы центр не смесился. Каттама с пажетником к выпечке готова. Далее раскатываем каттаму с сыром. Обратите внимание, что сыр остался внутри теста. Каттама с сыром готова к выпечке. Для смазки трех штук каттамы я использовала один желток с добавлением двух чайных ложек молока. Перемешать. Смазываем каттаму с луком. Отправляем в духовку, разогретую до 200 градусов по Цельсию. Печь примерно плюс-минус 15-20 минут до румяности. Слои каттамы с менее пассерованным луком более влажные и менее рассыпчатые. А вот такие слои получаются с более пассерованным луком. Видите разницу? Рассмотрим второй способ формовки каттамы из узких ленточек теста. Структура теста хрустящая, нежная, рассыпчатая. Слои теста тонкие. Но так как для меня еще важен внешний вид изделия, то мне не хватило объема теста. То есть тесто получилось тонкой узкой ленточкой. Ну и каттама с сыром. Из трех вариантов самый вкусный. С чарующим хрустом верхних слоев теста. И нежнейшими мягкими слоями внутренней части каттамы. Я немного увлеклась и скромсала всю каттаму. Итак, методом проб и ошибок я показала вам три варианта формовки. Три начинки для каттамы. Поделила своими впечатлениями. Каким способом будете готовить вы, выбор за вами. И очередной лайфхак от меня. Эти три каттамы я заморожу. По мере надобности буду размораживать через холодильник и печь как обычно. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, делитесь моими рецептами. До новых встреч. Пока.